Алло, меня видно-слышно? Видно-слышно меня. Здравствуйте, вас тоже очень хорошо видно-слышно? Мы с вами договариваемся. Да-да, Максим, привет, я всё помню, здорово. Да, так вот... Чё, как у тебя дела-то? Да подожди, как у тебя дела-то? Да всё в порядке, вот только с праздников, можно сказать. Первый рабочий день. Да? 14-го? Ну да, пора-пора. Пора бы, да. У нас сейчас всё в порядке. Ну, у нас тоже пол-офис ещё так... Отходит, отходит. Да вроде ничего, нормально. Да, ну вот мы с вами как-то не перестекались после праздников, я тогда поздравляю с прошедшими, всё-таки поздновато. Да, спасибо большое, у тебя также. Спасибо. Так вот, я как бы на мажорной ноте начал с того, что действительно рад, что наш с вами первый проект подошёл к концу, завершён успешно, заложен, так сказать, первый камешек, в фундаменте нашего с вами сотрудничества и, я надеюсь, дружбы. Ага. Вот. Но как бы там в письме я пометочку сделал, есть вопросы, которые меня немножко беспокоят на сегодняшний день. Этот вопрос связан с оставшейся частью оплаты, там у нас 50% не оплачено оказалось до сих пор, там, ну, насколько я помню, уже третий раз срок оплаты сдвигается. Как бы я понимаю, я по себе знаю, как сложно иногда бывает с библиотерией, но мы от этих денег очень зависимы, мне сейчас очень важно получить вот оставшуюся часть денег именно на этой неделе. Ой, блин, Макс, я, слушай, я боюсь, на этой неделе вообще не вариант. Я думаю, что на этой неделе вообще не получится, да. То есть мы на самом деле обязательно оплатим, вот тут, собственно, нет вопросов, я там не знаю, документы закрыли или нет, ну, это даже вопрос больше там к тебе и к бухгалтерии, чем ко мне, да, технически. Мы оплатим, но реально сейчас проблема с деньгами. Вот, то есть она временная наверняка, но так вот, правде в глаза, если смотреть, наверное, нам три недели еще понадобятся. Да, да, это первая неделя февраля, ну, чуть меньше. Да, на первой неделе февраля должен нам большой, от нашего клиента, большой кусок упасть. И, собственно, как раз вот, как упадет, я оттуда сам смогу перевести часть суммы или сразу всю. Вот, поэтому на самом деле я понимаю, что дело-то тянется уже, да, сколько ты сказал, полтора месяца вы открыли, закрыли? Полтора месяца мы поймете, да. Ну да, я понимаю, что тянется на самом деле, и тут приятного ничего нет, но тебя хотел бы попросить до первой недели февраля, еще дать нам время и вернуться к этому вопросу. Да, ну там первая это пятница, ну вот с 4 февраля, понедельник, вот там числа 5-го, я думаю, что если ты мне напишешь, вот, уже будет определенность. Да, 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 конечно, мы с женатой общаемся. Я, я как бы это с тобой откровенен буду, я от этих денег завишу, почему, потому что у меня, конечно, в этой неделе, мне как бы, у меня элементарно нет обратных средств для того, чтобы выдать своей команде зарплату, вот. И честно, у нас такие отсрочки платежа, вот как сейчас, они у нас в компании беспрецедентны, хотя я признаю, что это скорее моя вина, потому что я в самом начале должен был сказать, какие у нас предпочтительные формы оплаты, какие сроки оплаты, да. Но вот все-таки надо сейчас к какому-то решению прийти, потому что до 1 февраля, к сожалению, нет никакой возможности ждать. Я не знаю, может быть. Ну, на самом деле у меня есть предложение. Например, до конца этой недели ты бы мог нам написать гарантийное письмо о том, что оплату придет в следующей неделе. Во-первых, февраля мы, к сожалению, просто не вывезем. Нет. Ну, понедельник, да. А что значит не вывезем? У нас просто команда останется, можно сказать, голодной. Потому что зарплату она не получит при таком стадии. У вас вся зарплата – это постоплата вот этого проекта, который мы делали почти полгода? Ну, у нас компания небольшая, у нас весь бюджет именно таким образом распределяется, и мы такие деньги действительно очень зависимы. Если учесть то, что мы сроки оплаты откладываются в течение полного месяца, мы их решили получить в течение первого дня. И я тоже, как бы, я еще раз прошу прощения, выглядел достаточно четко, но... Не, нифига себе, Максима, я правильно понимаю, что если, например, мы сейчас вот не подпишем и не примем сайт, вот, и как бы на этом все закончится, то ваша компания просто закроется? Нет, наша компания, конечно, не закроется, но это будет очень приятный момент именно у нас в коллективе, а я, как руководитель, не хотел бы до этого доводить, поэтому я и пытаюсь решить вопрос с тобой на тренинге. Не, я понял, смотри, проблема-то в чем? У меня, я из кармана сейчас деньги не могу вытащить, их там нету. Нам должен клиент, да, полмиллиона рублей, вот, он давно должен, вот, и он должен все время вот-вот прислать, и все эти задержки были вызваны тем, что мне обещал клиент, я говорил тебе, что да-да, сейчас будут, переведем, потом он не переводил, ну и как бы вот по цепочке это все тянулось. Да, сейчас та же ситуация, у меня договоренность, что на 1 февраля, пятницу он стопудово отправит, у меня там от него письмо есть, ну вот, поэтому там вопросов нету, я смогу сразу всю сумму перевести, если все нормально будет. Ну вот, как делать течение недели, я не знаю, денег нету. Ну, Илья, там же у нас сравнительно незначительная сумма, у нас общая сумма контракта 200 тысяч, насколько я понимаю, и там половина, это 100 тысяч. Да, да. Может, есть у вас какой-нибудь резервный фонд, из которого можно было эти деньги временно извлечь, и чтобы рассчитаться с нами, потому что я сейчас действительно в очень сравнительном положении. Ну, блин, Макс, ты мне давишь на жалость, чтобы я просто почувствовал, что у вас там с голоду сотрудники помрут за меня. Нет, до такого, конечно, не дойдет, но ситуация очень неприятная сейчас для меня, как для руководителя, и я хотел бы ее как-то решить, ну вот буквально там середина, конец следующей недели, это край. Не, я тебя не понимаю, может сказать, что и там сегодня край, как бы, я не знаю, как это поможет деньги найти. Поможет деньги. Слушай, а хочешь, я тебе передам контакты этого клиента, который нам должен, ты с ним сам поговоришь, тоже расскажешь эту историю, что как он подставляет не только меня, но и вас. Может, это подействует, потому что реально просто я как бы давно рассчитывал, что вот те деньги, они как бы ваши. Ну вот, он, в принципе, нормальный мужик, кто тоже обещает. Вот, я тебе, может, скину, ты его напишешь, поговоришь с ним. Может, просто, я не знаю, может быть, это бы как бы двинуло дело. Это, наверное, не очень хорошее решение, потому что, я думаю, что с моей стороны будет не очень тактично звонить к клиенту, клиента, и решать с ним вопрос финансовый, поэтому... Что, ну скажешь, напомни, что он мне должен полляма, и что из этих половины ляма сто тысяч твои, и что у тебя тоже из-за этого траблы большие. Вот, ну просто, может быть, это подействует. для меня это, боюсь, что не выход, и я думаю, что тут как раз, ну, как бы по логике это все получается, но чисто этически, я думаю, что это будет не совсем верно, такой звонок, такое решение этого вопроса. может быть, ну, я понимаю, что сейчас вот из-за некой недоговоренности в начале, сейчас вот такой тупик у нас, ты говоришь, что оплата должна пройти первую неделю февраля. Да-да, он клялся, что так будет. Ну, то есть я понимаю, что у вас проблемы, для меня это реально вот был бы выход, мне очень неприятно вас подводить, но там, по сути, речь вообще идет о двух неделях, может быть, там, как-то вы, ну, я не знаю, перекантуйтесь, грубое слово, ну, вот реально всего полмесяца еще, две недели подождете, если полтора уже, уже и так прошло. Я могу получить какое-то все-таки письменное подтверждение для того, чтобы у меня, ну, было... А что ты хочешь, чтобы я написал, какое письмо написал? Что мы вам оплатим? Я могу написать... Да, что вы оплатите именно с 4 по 7, потому что больше ждать абсолютно редко возможности, действительно. Если бы вы мне сейчас выслали подтверждение, ну, гарантийное письмо, то, что оплата пройдет, то, ну, в этот раз так и сработаем, но в будущем, к сожалению, мы не можем работать с такой большиншифровкой платежа. Две недели, то, что мы говорили в начале, если вы не можете оплачивать в течение двух недель, то, пожалуйста, давайте встретимся, обсудим этот вопрос и посмотрим какие-то другие сроки. Но это не больше трех недель. Я понял, Максим. Ну, окей, давай я подумаю, как лучше сделать. Собственно, ты мне сейчас все сказал, я так вот сходу сейчас, может быть, что-то упускаю. Давай я тебе письмо напишу. Отлично, без проблем, я в связи. Да, напишу письмо, и там будет видно. Хорошо? Хорошо, идеал. Спасибо большое. Окей, договорились. Спасибо, Максим. Пока. Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok